С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. И сейчас я вам хочу составить клип на тему окрашивания воды. Оказывается, 18 марта в некоторых прибалтийских странах и Нидерландах отмечают в католическом мире День Святого Патрика. Но если этот день выпадает на выходные, то тогда этот праздник переносится на выходные. И вот вчера, 16 марта, на речке небольшой, которая впадает в побольшую речку Нерис, состоялось вот такое действие. Где-то в Верховьях, не знаю, какое-то вещество вылили в реку, и вода окрасилась вот в такой цвет. Ну, это продолжалось буквально где-то минут 15, но народа вдоль речки было очень много, поэтому я покажу некоторые фотографии в клипе и несколько видео для того, чтобы вы смогли увидеть, что это в самом деле интересно и народу это нравится. Поэтому приятного просмотра. Куда устремляется весь народ? Сегодня в городе Вильнюсе, оказывается, праздник. Будут вспоминать Святого Патрика, Святого, который считается покровителем Нидерландов и Нигерии. И вот она празднуется, эта дата. В католицизме вот люди стоят все, там он концерт предлагается, народ уже развлекается, видно где-то, да? И в православии. Ну, в Нидерландах даже 18 марта считается выходным днём. Здесь, в Литве, просто переносится этот праздник на уикенд. Вы посмотрите, сколько народа пришло, все вдоль речки. А почему? Объясню. Потому что сегодня в честь этого Святого Патрика будут окрашивать ходы вот этой речечки. Восьмое районах Жукио. Да. Восьмое районах Жукио. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 В Бельгии жители играют в ирландские виды спорта, а в Японии, например, наряжаются в лепреконов и играют на волынке и танцуют старинный кельтский танец джигу. Не обошел этот праздник и Россию. Оказывается, еще в начале 1991 года, когда в Москве открылся ирландский торговый дом на Арбате, и вот буквально через год все началось, потому что этот торговый центр, где можно было купить зарубежные товары, а также выпить пиво и попробовать традиционные ирландские закуски, и проект оказался очень успешным. Так что на следующий год в Москве, как и во многих других мировых столицах, тоже прошел парад в честь Святого Патрика. Ну вот, сейчас у желающих присоединиться к общемировому торжеству есть масса возможностей. А некоторые пабы даже не ограничиваются двумя днями и посвящают Святому Патрику целую неделю. Ну, конечно. Вот, а даже, оказывается, и придумали меню для этого дня. Мясной рагу, картофельное пюре по-ирландски, суп из баранины, картофельные оладьи, яблочный пирог и традиционный ирландский кофе. Ну, вот так вот, мои дорогие. Я постаралась, чтобы вам было интересно, и вы вникли еще в этот праздник особенный. С вами была Баба Надя. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Всего вам доброго!